Всем привет! Сегодня я буду показывать вам макияж, который вы сейчас видите на мне. Недавно я выпустила видео с покупками, там сделала такого рода макияж, единственное, он был без ресниц. И я сама того не ожидала, но вам он очень понравился. Я, честно говоря, удивилась, когда получилось столько много положительных отзывов об этом макияже, потому что я его сделала достаточно быстро, и мне он показался слишком простым для того, чтобы его показывать в видеоуроке. Но когда я начала анализировать, почему же он настолько сильно понравился, то я так подумала, что скорее всего из-за того, что он был полностью матовый, а только полностью матовые макияжи это наиболее корректирующие макияжи. То есть если у вас есть какие-то особенности, которые вы хотите скорректировать, к примеру, изменить форму глаз, сделать их визуально больше или наоборот, я не знаю, меньше, то, естественно, только матовый, полностью матовый макияж способен это сделать. Сегодня у меня лицо полностью все матовое, за исключением небольшого такого сияния самого лица, а так глаза, губы все матовое. Поэтому продолжайте смотреть, я вам детально все расскажу, как сделать. Первое, что я буду делать, это, как всегда, наносить базу на все подвижное и неподвижное веко. Сегодня я буду использовать MAC Pro Longwear Paint Pot в оттенке Soft Ochre. Эта база отлично выравнивает оттенок века, и также она немножко такая липкая, поэтому к ней очень классно тени потом пристают и держатся очень хорошо на ней. Если у вас жирные веки, перед тем, как использовать такого рода базу, используйте также еще праймер для того, чтобы продлить стойкость макияжа. Базу я распределила, и теперь очередь за тенями. Я беру свою палетку Lorac Pro Matte, и первый оттенок, который я буду использовать, это белый оттенок теней, который называется здесь Linen. Чем мне нравится этот оттенок, так это тем, что он реально белый, и когда вы его наносите, то белый цвет видно на веки, а не просто он тушуется в непонятно что. Беру все ту же палетку теней, только на этот раз буду использовать самый темный коричневый оттенок, который называется Chacol. Буквально слегка я набрала этот оттенок на растушевочную кисть. Сейчас буду делать так, как я вас учила, видео о растушевке теней. Если вы еще не смотрели это видео, обязательно посмотрите его, тогда вам будет все понятнее, я там более детально рассказываю. Но здесь вот такое вот практическое видео уже по той же теме. Нанесла этот оттенок туда, где у меня будет самое темное место, во внешний уголок глаза. И теперь топчусь немножко, распределяю этот оттенок по веку. И когда уже на кисти практически ничего не остается, начинаю очень легко растушевывать этот оттенок и строить нужную мне форму. Если вы сейчас обратите внимание, то тушевка у меня идет практически до переносицы. Сейчас вы видите очень жесткую линию, дальше я ее растушую. Но вот это принцип отличный для увеличения глаз визуального, для коррекции глаз. Если у вас глаза сами по себе довольно маленького размера, то я вам советую делать тушевку именно вот по такой форме. Находите самую высокую точку неподвижного века и от нее двигаетесь к переносице. Но естественно не оставляете все это настолько жестким, а начинаете дальше растушевывать. И останавливаетесь тогда, когда вам уже нравится полученный результат. Я хочу совсем слегка добавить еще темный оттенок вот в эту точку. Вот эта точка должна быть у меня самым темным местом. И уже от этой точки я буду отталкиваться. И как я и говорила, на открытых глазах мы тушуем тени. Только таким образом я могу посмотреть и увидеть, где мне нужно добавить темный оттенок. Вот вы видите, я в эту точку его добавила, и сразу глаз как будто вытягивается по вот этой форме. И создается такое впечатление, что складки здесь у меня нет, намесания у меня здесь нет, а вот этот черный цвет вытягивает мой глаз кверху. Конечно, если рассматривать все вот так вот вблизи, то видно, что вот здесь у меня нанесены тени. Но когда вы будете смотреть сдалека, вернее даже не сдалека, а просто с расстояния обычного разговора между людьми, то создается, в общем-то, вытянутая форма. Оставляю на время верхнее веко и перехожу к нижнему. Здесь я буду брать маленькую кисть и все тот же темно-коричневый оттенок теней. И наносить я его буду достаточно обильно. И не забывайте вот в этой точке соединять тушевку верхнего и нижнего века. Опять-таки, это очень важно для того, чтобы скорректировать форму глаза. И веду практически до внутреннего уголка и растушевываю к низу. Здесь опять смотрите на интенсивность. Какая интенсивность вас устроит, тогда и останавливайтесь. Для того, чтобы этот оттенок на нижнем веке не был настолько жестким и темным, я разбавлю его немножко по границе оттенком Corduroy. Это немножко более светлый коричневый. И этим светлым я пройдусь... Вернее, нельзя сказать, что он светлый. Он немного более светлый, но к светлому все-таки коричневому не относится. И он немножко более теплый. Мы с вами уже практически подошли к концу. Теперь переходим к подводке. Я буду использовать в качестве подводки сегодня карандаш от Giordano. Это темно-коричневый оттенок. И сам по себе карандаш этот очень гелевый и легко растушевывается. Конкретно с этим карандашом нужно работать достаточно быстро, потому что он легко наносится и в то же время быстро схватывается. Поэтому я наношу на половину глаза этот карандаш. Вот, начиная от самой высокой точки и приблизительно ровную линию стараюсь подвести. И совсем слегка уже захожу на ресницы. Для того, чтобы закончить логически эту линию, теперь беру маленькую кисть и начинаю это все растушевывать. Мне просто нужно добиться мягкости оттенка. Я не буду растушевывать это совсем в дымку. Просто добьюсь своеобразной мягкости. Если у вас глаза чувствительные, осторожно с этим шагом, потому что это может сильно раздражать глаза. И могут начаться капать слезы. Поэтому, если вы плохо переносите такой макияж, выбирайте тогда наиболее мягкие карандаши, которые будут совсем просто тушеваться, иначе вы испортите весь ваш макияж. Вот, я пыталась добиться приблизительно вот такого эффекта, когда карандаш стал немножко более дымчатым, но в то же время не слишком растушеванным. Теперь то же самое я буду делать на нижнем веке. Я буду подводить ресничный край, заходить на слизистую, где-то приблизительно на половине глаза. И вот очень важно нанести этот карандаш опять-таки в уголок глаза, вот здесь вот, вот в эту точку. Чуть наношу на нижнее веко. И опять-таки все это аккуратно начинаю растушевывать. И очень важно здесь вот завести карандаш наверх, соединить с верхней тушевкой карандаша и задать опять-таки форму направления вверх. Вот вы видите сейчас, когда я смотрю прямо, задается направление вверх моему макияжу. На этом этапе мне остается только накрасить ресницы, и мой макияж будет полностью готов. Ресницы я накрасила, и в принципе на этом макияж можно завершить. Именно в таком виде он вам и понравился в моих предыдущих видео. Но сегодня я не буду останавливаться на таком варианте и дополню его ресницами. Я буду использовать накладные ресницы Ardell, которые называются Dami Whispies. Я добавила ресницы, и макияж на этом полностью завершен. Обязательно продолжайте смотреть, для того чтобы узнать, что я использовала на остальном лице для дополнения этого макияжа. На лице сегодня я использовала свою любимую тональную основу от Too Faced, которая называется Born This Way. И наносила я ее с помощью техники запечения. Я вам знаю и ее обещала. Постараюсь в ближайшее время тоже эту технику снять и показать, как я сейчас оформляю лицо. В качестве консилера у меня был LA Girl Pro Conceal. Оттенок у меня Porcelain. На щеках я сегодня использовала бронзер от NYC, который называется Sunny. В своем видео с покупками я о нем рассказывала, и сейчас можете наглядно посмотреть, как он выглядит у меня на лице. На щеках у меня сегодня в качестве хайлайтера Elf Shimmering Facial Whip и оттенок у него Spotlight. Губы я оформила двумя продуктами. Первый это был карандаш. У меня это Lord & Berry. И оттенок 6411 Blush. Это довольно типичный карандаш, светлый, бежевый, нюдовый. И поверх него я нанесла жидкую помаду от LA Girl, которая называется Matte Flat Finish Pigment Gloss. И оттенок у нее Fleur. Этот оттенок такой довольно капризный, но мне кажется, что вот сейчас этот макияж, он отлично вписался. Это оттенок такой кирпично-красноватый. Очень модные сейчас вот такие вот оттенки. И мне кажется, с чем их еще носить, если не с таким вот абсолютно нейтральным матовым макияжем. Надеюсь, это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте мне палец вверх. Оставляйте внизу свои запросы на какие-то макияжи. Может быть, вам из какого-то видео какой-то макияж понравился, из какого-то клипа, какая-то знаменитость какой-то макияж сделал, интересный вам он понравился. Обязательно оставляйте запросы ваши внизу. Я постараюсь их в будущем учесть. А на этом я буду с вами прощаться. Увидимся в следующих моих видео. Пока! Сегодня я хочу вам показать очень быстрый вариант заправки для салата. Эта заправка отлично подойдет для любых, в принципе, салатов, как просто овощных, так и с мясом. И начну, наверное, с самого-самого интересного и любимого за последнее время. А именно о леггинсах. У них на сайте появилась целая линейка леггинсов. Они там разных цветов.